С начала 2024 года в регионе зарегистрировали 422 пожара, в которых погибли 38 человек, что на 36% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ещё 34 нижегородца получили травмы разной степени тяжести. В 2023 году на 26% меньше. На сегодняшний день специфика обстановки с пожарами, она в первую очередь связана с сезонностью, с тем, что в регионе наблюдается холода, которые пришли уже с начала зимы. И мы наблюдаем ухудшение обстановки с начала декабря. И были такие дни, когда количество пожаров в сутки доходило до 30. 70% пожаров происходит в квартирах и индивидуальных домах. Большая часть погибших приходится на частный сектор. В выходные дни нередко специалисты тушат возгорание в банях и сараях. В основном причинами трагедии становятся нарушение правил использования электроприборов, неисправность печей или дымохода, неосторожное обращение с огнём. Нужно знать, что нельзя эксплуатировать электрооборудование, электропроводку с механическими повреждениями, с видимыми повреждениями. Перегружать сеть большим количеством электроприборов. У нас, как часто бывает, в одну розетку мы включали, чайник, микроволновку. Особенно сгусток электроприборов у нас бытовых, где в квартире, на кухне. Там больше всего находится. Чаще всего там и происходят вот эти вот вещи. Также нужно грамотно подбирать приборы от перегрузки печного оборудования. Часто пожары происходят в местах пересечения дымовых труб, чердачных и межэтажных перекрытий. Именно здесь, как правило, когда идёт топка печи, идёт максимальный нагрев трубы. И температура не только на внутренней, но и на внешней поверхности трубы достигает таких значений, что способна воспламениться рядом находящиеся горючие строительные конструкции. Поэтому и есть у нас и в нормативных документах, и у печеников есть такое понятие, как противопожарная разделка и отступка. Нельзя разжигать печь легковоспламеняющимися жидкостями, нельзя оставлять детей рядом с оборудованием без присмотра. Неосторожность при курении и при совершении ритуалов также становится причиной пожара. На 100% минимизировать риски нельзя. Бывают случаи, когда возгорание происходит внезапно. Например, телефон может воспламениться на зарядке или холодильник выйти из строя. Специалисты рекомендуют установить автономный домовой пожарный извещатель. Прибор среагирует на дым, который возник на ранней стадии. Громким звуком оповестит человека о возгорании. Продолжение следует...